Не успел на автобус, отправляяся пешком. По такому принципу живёт село Красный Яр с недавних пор. А всё из-за того, что автобусы в этот населённый пункт ходить стали реже. Вместо привычных девяти теперь сюда приезжают только четыре. Отчего же здесь всё так поменялось? По просьбе жителей туда был запущен автобус малой вместимости, который выполнял автоколонна «Уссурийский таксопарк». В прошлом году она распалась. И, естественно, автобус прекратил своё существование. Ранее маршрут делили между собой микроавтобусы «Таксопарк» и автоколонны «1273». После ликвидации первой организации осталось только три транспортных средства. Возникла острая необходимость в дополнительном рейсе на 9 утра. Ведь большинство проживающих в селе работает в городе. Директор автоколонны пошёл на уступки. Мы, жители села, ему благодарны за это, что в такое время, где идёт сокращение рейсов, он пошёл навстречу и пустил нам дополнительный рейс. Он бы ещё пустил по просьбе жителей дополнительный рейс после обеда на 15 часов, но проблема – дорога. А дорога здесь проблема явная. Её состояние оставляет желать лучшего. От этого и ещё один дополнительный рейс автоколонны запускать отказывается. Вот и приходится молодым селянам либо добираться до дома пешком, либо оставаться в городе. Ученики, студенты, у нас в школе 10-11 класс, у нас нет, нет, и все вынуждены учиться в городе. Добираться просто. Вот они на 7 часов утра уехали, и только на 7 часов приезжают вечером домой. Практически 12 часов дети находятся в городе. Но не только селяне заинтересованы в нормальном движении автобусов на этом маршруте. Здесь находится отделение реабилитационного центра, и сотрудники этой организации вынуждены также добираться на общественном транспорте. У нас большая, огромная просьба к этой же колонии пустить ещё и выходные дни, потому что это рабочее место наше, такое же, как и остальные работают в городе. И поэтому вот прям вот огромная просьба от нас, от всех сотрудников, да я считаю, и жители не против были бы выходной день съездить в город. Проблема этого села упирается лишь в одно препятствие – финансовое. Жители Красного Яра надеются только на одно, что после саммита АТС краевая трасса «Усуис-Красный Ярд» и «Реховка» будет наконец отремонтирована.